Расширенное заседание Координационного совета по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства проходит при участии бизнес-сообщества города и почетного гостя, руководителя Уральского центра мониторинга и аналитики, общественной инициативы Ильяны Саитовой. Об основных итогах реализации муниципальной программы в 2016 году с отчетом выступил глава администрации Борис Беляев. Он напомнил об ожидаемом значимом событии года. Это подписание статуса территории, опережающего социально-экономического развития. Это позволит привлечь в город инвесторов. Мы активно готовим площадку для инвесторов, начиная работа по открытию индустриального парка в Оратыновске возле городских очистных сооружений. Площадь парка на сегодня составляет 50 гектаров, с возможностью дальнейшего расширения до 219 гектаров. Инфраструктуру парка планируется построить за счет средств фонда развития моногородов. А это порядка 750 миллионов рублей. Сегодня ведется поиск резидентов, и мы будем рады, если кто-то из наших предпринимателей станет резидентом парка и привлечет своих друзей и знакомых. Хочется отметить то, чтобы стать участником программы по строительству инфраструктуры за счет фонда развития моногородов, мы должны эти 50 гектаров заполнить порядка не более 25. На 40% этот пар должен быть у нас заполнен бизнесом. Только тогда выполнятся условия для того, чтобы вступить в эту программу. Еще одним важным событием уходящего года стало привлечение крупной суммы по объему софинансирования поддержки малого и среднего бизнеса. Моногород Кумертау привлек из федеральной казны 88 миллионов рублей. Из республиканского бюджета на эти цели поступило порядка 7,5 миллиона. В итоге объем поддержки превысил 95 миллионов рублей. В прошлом году эта цифра равнял 17 миллионам. Таким образом, в этом году 111 предпринимателей получили федеральную поддержку. Это позволит открыть более 230 рабочих мест. Говорили на заседании и о планируемых проектах по благоустройству территории города, развитии туризма и спорта. В частности, речь шла о переоснащении бывшего терапевтического корпуса по улице Искужина под гостиничный комплекс, реконструкции лыжероллерной трассы, строительстве ресторана. Согласно повестке дня, участники заседания рассмотрели информацию по продаже в собственность арендуемых помещений, а также итогах реализации проекта МФЦ для бизнеса. Заседание завершилось приятной миссией. За помощь в проведении праздников Ураза Байрам, Курбан Байрам, благодарственными письмами администрации и организации мусульного города были награждены ряд предпринимателей. Далее заслуженные награды получили самые активные представители предпринимательского сообщества и участники республиканских этапов конкурсов для бизнесменов.